Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами Петр Ломонос. Мы поговорим об ошибках посевной, которые мы совершаем часто из года в год и потом не получаем хороших результатов. В чем они заключаются? Ну, начнем по парадку. Любая посевная у нас начинается с заготовки грунта. Кто-то покупает грунт в магазине, а кто-то берет на своем участке или кротовинах. Так вот, земля, обычная земля, это самый плохой вариант грунта для выращивания рассады. Почему? Потому что она содержит много возбудителей болезней и содержит много вредителей, которые будут повреждать нашу рассаду. Все покупные грунты как бы лишены большинстве этих недостатков. Все грунты, которые есть в продаже, делаются на основе двух торфов. Верхового торфа и низинного. Все, что делается на основе низинного торфа, имеет черное, черная такая, как бы очень черная краска. Очень черная краска и она слипается. Слипшаяся такая вот консистенция. Это говорит о том, что почва грунта сделана на основе низинного торфа. Вот грунт, который сделан на основе верхового торфа. Точно также как бы и кокосовое волокно по своим свойствам близко к верховому торфу. Они как бы полу разложившиеся и такое очень рыхлое. В комок они не сжимаются. Каждый из этих грунтов, если просто выселить рассаду, значит вы можете иметь проблемы. Я назову, если не вдаваясь полностью в характеристику всех грунтов, назову самые простые проблемы, которые возникают при использовании фабричных грунтов. Значит все верховые грунты имеют такое свойство, что они размачиваются, но они плохо держат влагу. Плохо держат влагу. Если вы где-то раз или два забылись полить, они настолько пересыхают, что потом их долго и трудно приходится размачивать. Для того, чтобы этого не произошло, мы добавляем перлит. Минерал вам знакомый. Вот перлит 10% от объема в эти грунты добавляем. Поэтому, если даже вы забудете полить, перлит будет держать влагу, проблем с грунтом не будет. Низинные имеют другое свойство. Низинные, если чуть залили, они получаются вместо грунта у вас болото. А в болоте растения, сами понимаете, расти не будут. Их надо разрыхлять. Ну самый доступный, конечно, разрыхлитель, это песок гравий. Но где его в эту зиму взять? Поэтому мы будем использовать вместо гравия вермикулит. Ни в коем случае не перлит. Только вермикулит для низинных торфов. Он, во-первых, сделает их более рассыпчатыми, они не будут слеживаться. И в то же время вермикулит будет содержать влагу. Вермикулита мы даем больше. 20% от объема. По объему. Не по весу, а по объему. Тем более, что, если вы заметили, гумты тоже сейчас все выпускаются не весовые, а все выпускаются объемные. Есть 5 литров, 10, 15, 20, 100 и так далее. Вот. Следующая проблема, которая нас будет интересовать. Значит, выращивая помидоры и огурцы, и помидоры, и огурцы, например, выращивая перцы, вы замечали, что появляются корневые гнили, и появляется черная ножка, которая буквально косит нашу рассаду. Эта инфекция находится в почве. Вот почему я не советую вам брать обычную землю. Но в фабричных грунтах она также может быть. Что будет способствовать для того, чтобы эта инфекция была в почве? Если у вашей фабричной грунты есть добавки биогумуса, опилок или соломы. Значит, все эти грунты надо продезинфицировать. Дезинфицировать весь грунт, смысла большого нету. Нам достаточно будет продезинфицировать самый верхний, 5-сантиметровый слой, который мы будем насыпать поверх этого грунта. Как продезинфицировать? Самая простая дезинфекция. Взять грунт, вынести на улицу. Сейчас зима, холодно. Промораживание в неделе избавляет наш грунт от большинства болезней и вредителей. Следующий способ тоже довольно простой. Некоторые берут, прокаливают в духовке газовой. Это, конечно, хорошо. Грунт очень стерильный, чистый. Но самый большой недостаток этого способа в том, что сгорает все органическое вещество почвы. Это раз. И во-вторых, в квартире долго стоит неприятный запах от горелой органики. Поэтому учтите. Очень довольно простой способ эффективный. Это полив кипятком. Перед тем, как съесть рассаду, набили ваши емкости грунтом и за 2-3 дня до пассива рассады берем кипятком, проливаем весь наш грунт. Пролили, пленочкой накрыли. Он как бы там распаривается. И вот большинство возбудителей болезней и вредителей погибает. Это тоже такой способ хороший. Конечно, есть биологические способы. Биологический способ. Вот самый простой способ, который часто рекламируется. Это сухой порошок триходермы и микориза. Вот если смешать эти два препарата вместе и посыпать из расчета 1 грамм на 10 литров почвогрунта, значит, они творят чудеса. Они убирают и возбудителей болезней из грунта, убивают. И в то же время они обеспечивают растения азотом и фосфором. Ну, есть, конечно, и еще такие биологические препараты. Это споробактерин. Значит, здесь смесь сенной палочки и триходермы. Можно также этим посыпать самый верхний слой грунта и просто перемешивать с почвой. Ну, простые доступные химические способы. Из химических способов, что мы можем применять в домашнем хозяйстве. Это сода, 5 грамм на литр воды. Теплый раствор соды сделали, пролили грунт. Щелочи все убивают возбудителей болезней. Или хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло. Одна столовая ложка на литр воды. Размешали и проливаете ваш грунт. Поэтому с почвами как бы мы разобрались. Мы их почву уже можем и продезинфицировать, и улучшить грунт. Следующее, что необходимо растения. Любая растенная рассада. Если мы выращиваем рассаду, во большинстве случаев это растения как бы теплолюбивые. Раз растения теплолюбивые, значит надо поддерживать им оптимальный режим. У нас очень большая ошибка. Наших огородников в чем заключается? Рассаду мы выращиваем где? Рассаду мы выращиваем на окнах. Мы выращиваем рассаду на окнах и ставим там рассаду, и мы как бы не задумываемся, а комфортно ли нашей рассаде. Весь подоконник и деревянный, и тем более сейчас у теперешних окнах пластиковый, он холодный. И получается вверху воздух теплый поступает, вверх теплый, а сам основание грунта. Грунт застывает, грунт холодный. Что сделать? Для этого можем взять самое простое. Положить вот такой кусок пенопласта. Кусок пенопласта положили на подоконник, и уже на него мы будем ставить наши горшочки с рассадой. Такая прослоечка значительно улучшит теплообеспечение наших растений. Следующее, ну с теплом мы тоже разобрались. Свет. Что у нас по свету? Значит как бы очень часто по телевизору рекламируют разные агролампы, что вот необходимо досветчивание. Ну досветчивание необходимо не во всех случаях, когда надо досветчивать наши растения. Есть у вас теплица, которая обогревается. Обогреваем теплицу и зимой вы выращиваете в ней продукцию. Тогда конечно без досветчения вам не обойтись. Второй вариант. Вы в квартире создали зимний сад. Создали зимний сад, у вас очень много комнатных растений. Так вот, для того, чтобы всем хватало света, мы будем часть растений досветчивать. Третий вариант. Что у вас достаточно помещений. Выращивая рассаду, вы можете отдать и комнату, и две под выращенной рассадой. В этом случае, конечно, мы будем ставить стеллажи и нам также надо досветчивание. Выбор ламп в магазинах очень-очень большой. Если по цвету смотреть, они бывают и с белым, и с желтым цветом, и с розым, как марганцовка, и с красным, и с синим. В магазине вам подскажут. Ну вот есть любители, которые выращивают рассаду дома. Пеларгонии, рассаду бегонии, рассаду аустомы. Так вот, если вы покупали эту рассаду, вы посмотрели, что в пакетике обычно 5, 7, 10 семян. Так для 5-10 семян покупать лампу смысла большого нет. Ее может прекрасно заменить обычная диодная настольная лампа. Настольная лампа на диодах обеспечивает вас досвечем эти горшочки, потому что их малое количество. Потому что, поймите, любая лампа, вы будете использовать электролампу где-то месяц-два в году. В условиях Беларуси, когда идет основной посев, это конец февраля, начало марта, дни становятся уже длинные, дни длинные становятся, и солнце не солнечные. Поэтому как бы досвечивать нам практически не приходится. Ну вот сами представьте, что использовав в месяц эту лампу, ее потом 11 месяцев надо где-то хранить. А это уже не всегда удобство. Это раз, вот три, как часто получается, эта лампа во время хранения и разбивается. Ну мы можем пойти по более легким путях. Значит, если у нас уже хватает света, хватает солнца, мы можем сделать отражатели. Нам для отражателей подойдет очень такой простой материал, который вы видели в продаже в различных материалах. Это фольга-отражатель для батарей. Вот. Как улучшить освещенность при помощи этой фольги? Ну материал очень легкий. Надо же, смотрите, меряем подоконник. Вот у нас полоска, это ширина подоконника. Скотчем приклеили по сторонах, значит наши растения уже будут обеспечены боковым освещением. Лучи будут освещаться и растения будут развиваться более равномерно. Далее, это легкий материал. В таком вот виде при помощи иголок или булавок закрепили на занавеске, на шторе. Идет отражающий свет к растениям. Ваши растения ровненькие, промысливые, как гвоздики. Очень простой. И хранить потом такие материалы, сами понимаете, гораздо-гораздо проще и удобнее. Они не блющиеся и прекрасно сохраняются. Следующее, что есть особенности и по уходу растений. Ну, в частности, очень большая ошибка наших дашников. В чем заключается? ошибка дашников, что они поливают холодной водой. Рассаду поливать холодной водой нельзя, категорически. Будь то капуста даже, хотя она холодостойкая, или тоже сельдеры, или помидоры. Температура воды, которой мы поливаем нашу рассаду, должна быть на 3-5 градусов выше комнатной температуры. Только в этом случае наша рассада не будет загнивать, не будут появляться корневые гнили. Потому что корневые гнили появляются от того, что мы или много льем воды, или льем в холодную воду. Это появляются корневые гнили. Ну и вот дальше я вот опять же так экспериментирую, все посмотрел. Значит, высеваем мы нашу рассаду. Высеваем рассаду. Почему мы не всегда получаем дружные всходы? Мы не получаем дружные всходы потому, что почва у нас как бы делаем и родочки, или так по поверхности рассеваем. Значит, почва у нас не уплотнена. Ее надо уплотнить или рукой, или вот такой вот трамбовочкой. Такой вот трамбовочкой. Почву перед посевом протрамбовали, семена разложили, засыпайте. Ваши все семена будут на одном поверхности, и они будут сходить дружно. И вот еще такой вопрос, который нас часто как бы наши дружники забывают. Вопрос очень интересный. Это глубина посева. Глубина посева семян на рассаду в комнатных условиях. Вот для опыта я выщел редиски на разные глубины. От полсантиметра, сантиметр, полтора, два, три, четыре и пять. Сами видите, что там где три, четыре и пять, нет ни одного всхода. Хотя прошла уже неделя. Редис более мелких посев уже весь зашел. И с опыта замечу, что оптимальная глубина посева овощных культур на рассаду в условиях закрытого грунта колеблется от 0,5 сантиметра до полутора сантиметров. Глубже высевать нет смысла, потому что мы рассаду можем обеспечить хорошим, стратегическим уходом. Это не на улице, что мы льем слейки и размываем те семена. Сделали так, посеяли мелко, она быстро всходит, то, что нам надо, и, соответственно, гораздо лучше результаты. Видите, такие проблемы у вас во всех бывают, вы все поняли, я надеюсь, вы уштете эти проблемы, тем более, что они решаются. Я вам показал доступные способы, как решить эти проблемы. Эти проблемы вы решите и будете иметь хороший урожай, чего вам и желаю. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова